Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем изучение биологии. Как вы помните, биология — это наука о жизни, её закономерностях и формах проявления, о существовании и распространении её во времени и пространстве. Она исследует происхождение жизни и её сущность, развитие и взаимосвязи, и многообразие. Биология относится к естественным наукам. Сегодня на уроке мы проанализируем значение общей биологии, ознакомимся с классификацией живых организмов, узнаем много интересного о вирусах. Всем нам известно, что термин биология состоит из двух слов, от греческого биос — жизнь, логос — учение. Сам термин биология был предложен немецким профессором Рузом лишь в 18 веке, однако общепринятым он стал лишь после того, как в 1802 году Жан-Батис Ламарк предложил использовать этот термин для обозначения науки, изучающей явления жизни, а Тревианус начал активно использовать его в своих работах. Поэтому 1802 год считается годом рождения науки биологии. Современное представление жизни в общем смысле, идущая затрата энергии, получаемой извне, поддержание и самопроизведение специфических структур, состоящих из биополимеров белков и нуклиновых кислот. Основная задача биологии — выявление и объяснение общих свойств и многообразия живых организмов, нахождение общих закономерностей в живой природе. Общая биология — это наука, изучающая основные и общие для всех организмов закономерности жизненных явлений. Биологические знания позволяют человеку решать такие жизненно важные практические задачи, как производство продовольствия, предупреждение и лечение заболеваний, экологическая безопасность, безопасность среды обитания и многие другие. Только с учетом законов биологии можно решить глобальные проблемы человечества, такие как спасение окружающей среды, сохранение биоразнообразия, природных ресурсов, устойчивого развития природы и общества, улучшение здоровья людей. Какие же разделы относят к общей биологии? Итак, цитология — это раздел биологии, изучающие живые клетки, органоиды, их строение и функционирование. Генетика — это наука о законах и механизмах наследственности и изменчивости. Биохимия — это наука о химическом составе живых клеток и организмов и о химических процессах, лежащих в основе жизнедеятельности. Молекулярная биология — это наука, изучающая механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации. Биотехнология — это дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов для решения технологических задач. Биология развития — это раздел биологии, изучающий процессы индивидуального развития, то есть онтогенеза организма. Эволюционное учение — это комплекс знаний об историческом развитии или эволюции живой природы, а также экология. Это наука об отношениях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Ребята, давайте повторим свойства живого вещества. Элементарный химический состав, то есть в живых организмах присутствуют практически все элементы, причем 98% приходится на углерод, водород, кислород и азот. Единство биохимического состава — это белки, нуклиновые кислоты, углеводы, липиды. Единство структурной организации — это клетка, единица строения, жизнедеятельности и размножения, и антогенеза. Дискретность и целостность — это биосистема, которая состоит из взаимодействующих структур, образующих единое целое. Метаболизм состоит из взаимосвязанных ассимиляции и диссимиляции. Саморегуляция — это сохранение относительного постоянства внутренней среды, то есть гомеостаза. Открытость — это поддержание постоянного обмена веществами и энергией между внутренней и внешней средой. Размножение обеспечивает непрерывность жизни и преемственность поколений. Наследственность и изменчивость — это поддержание относительного постоянства ДНК, появление новых видов и форм жизни. Рост и развитие — это изменение организмов в процессе онтогенеза и филогенеза. Раздражимость и движение — это избирательное реагирование на какие-либо изменения в виде рефлексов, таксисов и тропизмов. Ритмичность — это многолетние, годичные, сезонные, месячные, суточные ритмы, как приспособление к меняющимся условиям среды. Обратите внимание на видеофрагмент, как происходит процесс обмена веществ и энергии в живых организмах на примере обитателей аквариума. Зеленые растения, в том числе и подводные растения, поглощают из окружающей среды неорганические вещества и углекислый газ, выделяют при этом органические вещества и кислород. Эти готовые органические вещества, образующиеся растениями и кислород, переходят из одного организма в другой по пищевым цепям. Такой процесс обмена веществ и энергии идет непрерывно. Этот процесс носит название фотосинтез. Из-за различных условий окружающей среды, процессов саморегулирования, вне живой природы возникает многообразие организмов. Наука, изучающая многообразие живых организмов, называется систематикой. Систематика – это раздел биологии, который занимается описанием, обозначением и классификацией существующих и вымерших организмов по таксонам. Классификация – это распределение всего множества живых организмов по определенной системе и иерархически соподчиненных групп таксонов. Что же такое таксон? Таксон – это искусственно выделенная человеком группа организмов, связанных той или иной степенью родства, достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга. Наименьшая таксономическая единица – это вид. В современной систематике живых организмов существует следующая иерархия таксонов. Царство, отдел – это тип систематики животных, класс, порядок, отряд в систематике животных, семейство, род и вид. Кроме того, выделяют промежуточные таксоны – над и под царство, над и под отделы. Систематика живых организмов постоянно изменяется и обновляется. В настоящее время, по определению ученых, живые организмы подразделяются на неклеточные формы или вирусы и клеточные формы, а на царство прокариоты или доядерные, и на царство эукариоты или ядерные. В свою очередь, прокариоты делятся на царство архей и царство бактерий. Эукариоты же делятся на царство простейших, царство растений, царство грибов и царство животных. В настоящее время на Земле встречается более 2,5 миллиона видов живых организмов. Существуют так называемые переходные формы организмов, например, эвглена зеленая. Она относится к простейшим, но способна осуществлять процесс фотосинтеза. Для того, чтобы ученые из разных стран мира понимали друг друга, в названиях видов животных и растениях используется латинский язык. Царство бактерий характерно тем, что бактерии не имеют ядра. Царство растений. Растения обладают неограниченным ростом, автотропным типом питания, в большинстве своем неподвижны, размножаются спорами или семенами. Их клетки имеют клеточную стенку, состоящую из целлюлозы. Царство грибов. Грибы обладают собственными признаками, а это особое строение тела, мицелий, а также признаками растений, неограниченный рост, размножение спорами и признаками животных. В клетках грибов содержится углевод хитин. Царство животных. Животные обладают ограниченным ростом, гетеротрофным типом питания. Большинство способны к активному движению. Итак, можно подытожить, что систематика – это раздел биологии. Она описывает, обозначает все существующие живые организмы, классифицирует их по группам разного ранга и выявляет их родство. Вид – это наименьшая таксономическая единица классификации. Царство – это наибольшая таксономическая единица классификации. Систематика дает возможность ориентироваться в огромном разнообразии живых организмов, существующих на Земле. Очень интересно изучение вирусов. Вирусы – это переходная форма между живой и неживой материей. Давайте рассмотрим характеристику и жизнедеятельность вирусов. Задумывались ли вы над тем, что человечеству с самого начала его существования угрожали серьезные враги? Являлись они неожиданно, коварно, не бряцая оружием. Враги разили без промаха и часто сеяли смерть. Их жертвами стали миллионы людей, погибших от оспы, гриппа, энцефалита, кори, атипичной пневмонии, спида, коронавируса и других болезней. Почему с вирусами, возбудителями заболеваний, трудно вести борьбу и полностью их уничтожить? Когда впервые стало известно об этих организмах, как вы думаете, откуда же свалилась такая напасть на голову не только человечества, но и всего живого мира? В 1887 году в Крыму плантации табака поразила неизвестная болезнь. Листья растений покрывались абстрактным рисунком, растекавшимся по листу, словно красочная мозаика, переливающаяся с одного листа на другой, от одного растения к другому. Сельское хозяйство несло большие убытки. На место происшествия был направлен молодой ученый, выпускник Санкт-Петербургского университета Дмитрий Ивановский. Сделано было бесчетное количество опытов и исследований по изучению возбудителя. И вот в 1892 году мир науки сотрясла новость. Обнаружена новая, неизвестная ранее форма жизни. Открыты необычайно микроскопические организмы, проходящие сквозь самые узкие отверстия фильтров. Открытые организмы Ивановский назвал фильтрующими сабактериями. Это название использовалось в научных кругах несколько лет. Пока в 1898 году голландский ученый Мартин Бейеринг не применил понятие вирусы, что в переводе с латинского «vira» означает «яд». За открытием Ивановского последовали новые открытия вирусов и вирусных заболеваний растений, животных и человека. Такие как грипп, ящер, оспа, чума, герпес. И, наконец, был открыт вирус СПИДа. Все эти открытия не только укрепили позиции новой области биологии, но и позволили появиться новой самостоятельной науке в вирусологии. «Vira» в переводе «яд» – «логос» учения. Вирус – это неклеточный инфекционный агент. Живой это организм или нет? У нас до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Сегодня нам известно 6000 вирусов, но их существует несколько миллионов. Вирусы не похожи друг на друга и могут иметь как форму сферы или спирали, так и форму сложного асимметричного сплетения. Размер вирусов варьируется от 20 до 300 нанометров в диаметре. Как устроен вирус? В центре агента – генетический материал, РНК или ДНК. Вокруг располагается белковая структура – капсид. Капсид служит для защиты вируса и помогает при захвате клетки. Некоторые вирусы дополнительно покрыты липидной оболочкой – жировой структурой, которая защищает их от изменений окружающей среды. Вирусолог Дэвид Балтимор объединил все вирусы в 8 групп. Некоторые группы вирусов содержат в себе одну или две цепочки ДНК, другие – одну цепочку РНК, которая может удваиваться или достраивать на своей матрице ДНК. При этом каждая группа вирусов воспроизводит себя в различных органеллах зараженной клетки. Каждый вирус имеет определенный диапазон хозяев, то есть опасен для одних видов и безвреден для других. Например, оспой болеет только человек, а чумкой – некоторые плотоядные. В организм человека вирус обычно попадает через кровь и секрецию. Каждый вирус по-разному заражает клетку. Герпес-вирусы встраиваются в мембрану, после чего генетический материал отбрасывает капсид и проникает в ядро. Вирус гепатита С целиком проникает в клетку, а бактериофаги впрыскивают свой генетический материал внутрь бактерии и оставляют белковую оболочку снаружи. Геном вируса встраивается в одну из органелл или цитоплазму и превращает клетку в настоящий вирусный завод. Естественные процессы в клетке нарушаются, и она начинает заниматься производством и сборкой генома и белка вируса. Этот процесс называется репликацией, и его основная цель – захват территории. Во время репликации генетический материал вируса смешивается с генами клетки хозяина. Это приводит к активной мутации вируса и повышает его выживаемость. Когда процесс репликации налажен, вирусная частица отпочковывается и заражает новой клеткой, а инфицированная клетка продолжает производство. По другому сценарию происходит лизис, то есть клетка разрывается, а зараженный организм наполняется новыми вирусами. Почему с вирусами так тяжело бороться? Эволюция вирусов происходит буквально на наших глазах. Идет постоянная гонка вооружений между вирусами и живыми организмами, и когда вирус изобретает новое оружие, возникает пандемия. Людям уже удалось победить некоторые вирусы, такие как вирус черной оспы, но другие требуют ежегодной разработки или открытия новых вакцин. В отдельную группу вирусов выделены бактериофаги. Это вирусные паразиты бактерии. Бактериофаг состоит из головки, хвоста, нуклеиновой кислоты, капсида, воротничка, хвоста и базальной пластинки. Оспа – одно из древнейших заболеваний. Оспа – особо опасная инфекционная болезнь, характеризуется тяжелым течением, лихорадкой, сыпью на кожи и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы. В настоящее время оспа человека ликвидирована в мире при помощи вакцинации оспенной вакцины. Полиомелит – это вирусное заболевание, при котором поражается серое вещество центральной нервной системы. Эффективным методом борьбы с данным заболеванием является живая полиомелитная вакцина. Корь – это вирусное заболевание, чрезвычайно заразное. Корь характеризуется повышением температуры, катаральными явлениями со стороны верхних дыхательных путей, таких как кашель, насморк, охриплость голоса. Также проявляется воспалением слизистых оболочек глаз, полости рта и появлением на коже красной крупно-пятнистой сыпи. Корь может ослаждаться воспалением легких, поражением гортани, воспалением среднего уха – это отит, также расстроенством деятельности желудочно-кишечного тракта. При контакте с больным корью заболевает 98% непривитых или не имеющих иммунитета людей. Вакцина готовится из живых ослабленных вирусов кори. Энцефалит обычно представляет собой вирусное заболевание, которое можно получить от укуса инфицированных насекомых, клещей. После на многие годы остаются различные осложнения, такие как слабость в конечностях, нарушение координации, непроизвольные движения, параличи, судорожные припадки. Вирусы простуды и гриппа. Восприимчивость к вирусу очень высока. Болеют многие люди всех возрастов, чаще осенью и зимой. Приобретенный после заболевания иммунитет часто утрачивается, поскольку вирусы гриппа периодически приобретают новые свойства. Закаливание организма, занятия спортом, своевременное лечение заболеваний придаточных пазух носа снижают возможность заболевания гриппа. Для специфической профилактики применяют гриппозные вакцины. Введение вакцины не всегда предупреждает заболевание гриппом. Но даже если человек и заболевает, болезнь протекает значительно легче. Герпес – это вирусные заболевания с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Источник инфекции – обычно больной человек или вирусоноситель. Вирус передается контактным путем. Развитию заболевания способствует переохлаждение, снижение сопротивляемости организма, гипповитаминоз. Самые известные болезни растений – это мозаичная болезнь табака, огурцов, томатов, карликовость, скручивание листьев, желтуха. Животные подвержены такому заболеванию, как чума. Это острая вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, воспалением слизистых оболочек, поражением кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков. Бешенство или водобоязнь – особо опасное смертельно-инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Изучение вирусов играет важную роль в развитии медицины, молекулярной генетики, иммунологии, эпидемиологии и других науках, направленных на сохранение здоровья человека, животных, растений. И вместо заключения хотелось бы напомнить, что сегодня на уроке мы с вами поговорили о значении общей биологии, ознакомились с классификацией живых организмов, узнали много интересного о вирусах. Большое вам спасибо за внимание и интерес. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok